Думская ТВ Говорим о возможном конфликте между НАБУ и САП. У нас в гостях Анатолий Бойко, глава Одесского комитета избирателей Украины. Анатолий, здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям открытой линии для голосования. Вот о чем спрашиваем вас сегодня. Эффективны ли антикоррупционные ведомства в Украине? Три варианта ответов. Они справляются, плохо работают, не вижу изменений. Ну и давайте посмотрим сюжет о том, что сегодня происходило в Раде. Прошу вывести материал на экраны. Он держит город в украинских цветах. НАБУ опубликовала запись беседы главы САП о Геннадии Труханове. Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты разговоров руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого с подчиненными. Это рассекреченные материалы негласных следственных действий относительно главы САП. Записи велись в его рабочем кабинете. Часть пленок Сытника, как окрестила материалы пресса, касаются дела Краяна и его фигурантов. В частности, мэра Одессы Геннадия Труханова. Далее заместитель предлагает начальнику определиться с тем, кого все-таки разрабатывать в рамках производства. Труханова они категорически отметают, как и вице-мэра Павла Вугельмана. А также директора департамента коммунального хозяйства Алексея Спектора. Прокуроры решают заняться более мелкими чиновниками, проходящими по делу о сверхдорогой покупке админздания Краяна. Назар Холодницкий на публикацию пленок уже отреагировал и предположил, что это могут быть склеенные части разных разговоров. И аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое свое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как процессальный руководитель, в своих проведениях. И я буду это делать. То, что было оприлюднено, хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть весь запис. Напомню, что НАБУ подозревает мэра Одессы и ряд его подчиненных в особо крупных хищениях из городского бюджета. По источникам Думская в конфликте между САП и НАБУ замешан именно Труханов. Якобы он пытается дестабилизировать работу САП. Отмечу, что директор НАБУ Артем Сытник также сообщил, что Назар Холодницкий вмешивался в дела не только Труханова, но и народного депутата Георгия Лагвинского. Агромагната Олега Бахманюка, еще одной антикоррупционерки Натальи Корчак, а также помощника радикальной партии Лешко Александра Богачева, который предлагал взятку ИО-министра здравоохранения Ульяне Супрун. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого с должности главы САП. Ну, собственно, с трибуны Верховной Рады и прозвучала эта фраза, которую я сказал. Нам показали только то, что нам показали. Мы увидели то, что нам показали. Покажите запись целиком. Холодницкий с тобой согласен. Но в любом случае, все, что происходит в мировой политике, это похоже на фокус. Но даже нужно смотреть не туда, где что-то происходит, а немножко в другое место. Вы согласны с этим? Это то место, куда нужно смотреть, и то место, которое нам показывают. Но я бы хотел, прежде всего, остановиться на одной очень важной вещи, которую мы говорили за кадром. То есть была фраза «Труханов держит Одессу в украинских цветах». Это чудовищная манипуляция. Одессу в украинских цветах держит прежде всего война до Донбасса. Потому что если на крымский сценарий кто-то в Одессе еще был готов, то война и разрушенные дома, уничтоженные семьи, бизнес и знания никому не нужны. Давайте об этом сразу скажем и четко. Ни «Труханов», ни какая другая конкретная персональная ни от чего не держит. Но ведь во многих киевских кабинетах думают именно так. Да. И оправдывая этим чудовищный распил, который сегодня происходит в Одессе, и земли, и денег, и так далее, что это какая-то такая откупная, за то, что кто-то там держит Одессу в украинских цветах. Здесь есть мир, стабильность и Украина, что самое главное. Мир, стабильность и Украина здесь в той или иной степени есть, но это не благодаря господину Труханову единолично, а это общий консенсус всех одесситов. Как сказали, что занавес в виде цветов украинского флага закрывает огромную пилораму, которая происходит сейчас в стране. Совершенно верно. К привеликому сожалению. И это вдвойне цинично, потому что эта пилорама имеет возможность работать именно благодаря смертям наших соотечественников на Востоке, которые держат сегодня фронт. Говорят, что она по всей Украине, и что эта пилорама досталась, она не свежего производства, она досталась нам предыдущей власти. Но ее, да, досталось, да, но запустили ее по новой уже действующей. Она не останавливалась, я так подозреваю. Ну, вполне возможно. Хорошо, к чему приведет, Анатолий, скажите, к чему приведет, по вашему мнению, вот это противостояние? Ведь сейчас мы видим, вы видели мой пост в Фейсбуке, где я эту ситуацию все сравнил со змеей, кусающей свой хвост. Круг замкнулся. Кому доверять? Я не понимаю в настоящий момент. Простите, но я, к сожалению, тоже. Я понимаю, что так не принято говорить. Но змея умирает от того, что кусается за хвост. Да, но вопрос, какая змея себя кусает, да, то есть это действительно исключительно противостояние САП и НАБУ. Это какая-то игра с целью нас отвлечь от чего-то другого. Кто в этой игре конкретно прав, какая цель. Ну а ведь может быть это реальная очистка антикоррупционных органов? Может быть действительно Назар Холодницкий вот так плохо себя вел, так плохо поступал, нарушал закон, не был настоящим руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вот сегодня честная НАБУ, выявив эти факты, хочет очистить САП и привезти сюда честных людей. Знаете, я на сегодняшний день не верю в честных людей. Я верю только исключительно, в какой-то опять же степени верю только исключительно в процедуры, которые дают шанс на независимость того или иного органа. Я имею в виду сейчас то, что вот поскольку НАБУ сформировано в достаточной степени, опять же, это с очень большими оговорками, потому что на сегодняшний день в Украине, особенно в вопросах антикоррупции, ни в чем нельзя быть уверены на 100%, но поскольку НАБУ хотя бы создает впечатление органа, который сформирован независимо, я могу в какой-то степени его доверять. На ЗК мы видим, чем закончилось. Это, к сожалению, абсолютная дискредитация и органа, и самой идеи, и так далее. САП, вот в моем представлении, находится где-то посередине между НАБУ и на ЗК. То есть еще не совсем плохо, но еще не хорошо. Да, я, к сожалению, не верю в независимость САП, потому что процедуры, по которым она сформирована и действует, на мой взгляд, дают возможность для влияния на нее, для определенного моделирования того, кто туда попадет. Но, слава богу, пока САП в моих глазах себя не дискредитировал настолько, насколько... Но, тем не менее, вы говорите, что это не самостоятельная организация САП. Не не самостоятельная, чем НАБУ. Кто тогда ей управляет? Кто имеет на нее влияние? Я не готов на данном этапе говорить. Но мы можем предполагать, что, допустим, может быть, какое-то влияние имеет администрация президента. Ну, опять же, я на 100% говорить не готов. Ну, ключевые, скажем так, кто-то из ключевых политических игроков в каком количестве? Просто НАЗК – это абсолютно проходной двор. Абсолютно. САП. Но вопрос в том, что однозначно и к НАБУ, и к САПу есть вопросы, как минимум, по юридической технике, в том числе и по делу Труханова. Вот как раз хотела привести конкретный пример, разобрав то, что когда мы видели выступление прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры на судах по делу по Геннадию Труханову. Вы довольны тем, как они выступали? Вы считаете, что они вели себя профессионально? Опять же, я не являюсь экспертом в процессуальных вопросах. На то, что я читал, и от тех людей, которым я в какой-то степени доверяю, как, по крайней мере, понимающих этим вопросом, то очень серьезные есть претензии. Основные какие претензии можно назвать? Опять же, я могу не все перечислить, но это не совсем та статья, не совсем та доказательная база про проволочки с определенными процессуальными действиями. Вот в частности, почему не были параллельно поданы два опрошения об аресте и об отстранении? Ну, в том числе, да. Понятно, что... Это значит, что кто-то играет в две игры. Ну, мы с вами... Все указывает на это. Абсолютно. У него до сих пор есть пустые места в таблице. Потому что он знал, что появятся что-то под подожду собой. Он подозревает, что они есть. Есть планеты, которых никто не видит, но они влияют на действия других. То есть, мы сейчас понимаем, что ситуация развивается так, что две планеты колеблятся очень сильно, происходят технологические сдвиги, взрываются, лопается кора на этих планетах. Но значит, что есть третья какая-то сила, которая влияет на ситуацию, которая разворачивается сейчас между двумя этими структурами. Вы поддерживаете меня в этом утверждении или нет? Абсолютно поддерживаю. Более того, мне кажется, что мы с вами в студии говорили сразу после рассмотрения дела Трухановой. Я говорил, что у меня нет сомнений относительно определенных договоренностей с судом, к сожалению. Но у меня есть исключительно сомнение, у меня единственный вопрос, участвовал ли САП и НАБУ в договорнике, который имел место. Совершенно очевидно, что речь шла о каком-то выработке какой-то стратегии, не знаю, общей или нет. Я как журналист не имею права говорить о том, что кто-то с кем-то договаривался, но мне кажется, что все-таки какую-то стратегию вырабатывали все вместе, индивидуально имею в виду, одновременно, но не индивидуально. Совместились ли эти стратегии или нет, я не знаю. Но все указывало на то, что все как-то, в общем-то, выжидают чего-то. И долгая командировка городского головы города Одессы, и долгие моменты с отстранением или просто, например, педозры какой-то. Вот эти все моменты указывают на то, что что-то происходило. Правильно? Да. Я думаю, что да. К нам присоединился Олег Барна. Здравствуйте. Позвольте здоровья. Добрый вечер. Слышите ли вы нас? Я чую, так. Олег Барна, народный депутат Украины присоединился к нашему разговору. Олег, мы сегодня, честно говоря, поражены вот этим событием, которое происходит в Верховной Раде. Как вы считаете, это цельная запись или все-таки монтаж? Я не могу давать зараз оценку певному факту юридичної справи попередньо перед тем, як її дасть, например, правоохоронная структура, чи экспертиза, чи навіть і суд. Питание инфи, что зараз деятельность антикорупционных органов больше заполітизована. Замість того, чтобы жестко займатися конкретною справой, больше нагаду якийсь піраг. Верховной Раде. Верховной Раде. Верховной Раде. Олег, на ваш взгляд, вот такое противостояние НАБУ и САП в целом дискредитируют антикоррупционные органы Украины? Любе противостояние действует, але я думаю, что осмислення того, что потрібно разом бороться с корупцией, а не між собою, не шло сьогодні відгук у висновках в Верховной Раде, а так, что це буде попередження жих людей. Услышали вас, к сожалению, неплохая связь. Благодарим за то, что присоединились к работе нашей студии. Олег Барна, народный депутат Украины, был у нас на телефонной связи. Анатолий, сегодня прочитала мысль о том, что, собственно, как раз НАБУ действует в интересах дела Геннадия Труханова, пытаясь убрать Холодницкого с арены. Ну, тут могут быть любые версии, пока мы не знаем истинный. Но я в чем согласен с народным депутатом, это в том, что вот, ну, действительно, для меня непонятно. Вот то, что сегодня обнародовано, похоже на информационный вброс. Если бы это была борьба политических партий одна с другой, я бы прекрасно это понимал. Но другое дело, что действительно, мы вроде бы говорим о неких правоохранительных органах. Более того, это, наверное, два органа, которым более или менее ли украинцы доверяют. И которые должны друг с другом, в том числе, взаимодействовать. То есть, если у Ситника есть однозначные доказательства вины Холодницкого, то, ну, наверное, это действительно должно быть какие-то уже процессуальные... Железобетонные какие-то аргументы. Да, и процессуальные действия, а не какая-то нарезка, непонятно почему и зачем, выброшенная именно в данный момент. Я абсолютно согласен с вами, что данная ситуация дискредитирует антикоррупционные органы, дискредитирует, в принципе, идею борьбы с коррупцией. И в том числе дискредитирует и сами органы власти. И вообще, у нас какая-то пошла череда абсолютно сюрреалистических скандалов в самых верхних эшелонах. Вспомните только обмен любезностями между Луценко и Савченко. И чем это закончилось? Да, и ничем это не закончилось. Нет, с чего это началось? Это началось с легкого противостояния, потом это была максимально горячая фаза, и теперь что происходит? Ничего. Сегодня Холодницкий и Ситник. Завтра кто? Тимошенко с Порошенко будут друг друга? А можно, в этом сценарии мы уже проходили. А вот буквально... Ну, так это ж разрушительно, абсолютно разрушительно. Это деструктивная политика вообще государственная. Полчаса назад прочитала, опубликовал Центр про ТДИ и коррупции, что завтра состоится очередная апелляция по снятию ареста со 185 миллионов гривен касательно дела Караяна. А сегодня мы видим то, что происходило в Раде. Дела можно увязывать? Я не думаю. Я думаю, что то, что происходило в Раде, это ситуация намного большего порядка, чем какие-то там... Ну, простите, что я так говорю. Хорошо, это ваше мнение. Чем 185 миллионов гривен по конкретному краю. В согласии, это не так много. Я не думаю, что это... А можно вопрос задать? Ваше мнение также. Можно ли тогда увязывать, если не 185 миллионов, то простите, то, что сегодня прошло-не 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 прошло, короче, заполнять или не заполнять ей декларации. Вот здесь, кажется, это удар такой по антикоррупционному движению вот сейчас всему украинскому. Это разные тоже процессы. Тоже разные процессы. Более того, что на комитете два законопроекта утвердили для рассмотрения на сессии. Ну, вчера отклонили... Потому что голосов не хватило нести. Да. Нет, вчера не хватило голосов и так далее. А сегодня уже другие два законопроекта именно на комитете проговорили, утвердили для рассмотрения на сессии. Ну, в любом случае, на мой взгляд, это опять же... Да, это может быть параллельные атаки на антикоррупционное движение, но они не взаимосвязаны, мне кажется, между собой. Ну, непосредственно. Услышали вас. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Анатолий Бойко, глава Одесского комитета избирателей Украины, был у нас в гостях. Передаем слово Ксении Терзи. Последние новости от нее. Далее вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова